Александр Бородейко Пожалуйста, Ваши гастрольные деятельности и обучайте оперных проектов Ну, проекты бывают разнообразные различные, разные предложения бывают это и за границей и на территории Российской Федерации В Ульяновске, нужно сказать, что мы впервые рады выступать с оркестром местным губернаторским с хором Расскажите, пожалуйста, о том, как Вы готовились, работали над образом с героем Ну, над ролью так получилось, что это была моя дипломная роль в дипломном спектакле в Московской Констерватории Когда я закачивал Констерваторию, это была моя дипломная роль Нужно сказать, что раз за разом от спектакля в спектакль этот образ постоянно чем-то дополняется Потому что разные партнеры разные площадки, разные декорации обстоятельства Нужно сказать, что здесь мы опять немножечко старались уйти от концертного исполнения и немножечко попытаться подпредать атмосферу именно постановке именно той жизни нашей персонажей которая проходит Что сегодня необычного видит ульяновских зрителей? Ну, я думаю, что музыка Пучини она в принципе необычная Она красивая, она великолепная даже для нас, для исполнителей она не может не тронуть сердце потому что в конце оперы мы не играем мы не накривляемся у нас действительно появляются слезы потому что это музыка, которая на этом способна нас подпить любых сердцах потому что Пучини это, ну, на мой взгляд это лучшая музыкальная драматура у него от действия к действию градус постоянно растет и те эмоции от радости до горя они обвиняются Убьют прямо сердцем Скажите, пожалуйста концертное исполнение оперы и полноценное исполнение для вас где сложнее петь? В каком спектаке? Концертное исполнение или полноценное опера? Знаете, сложнее спеть сложнее спеть все-таки концертное исполнение поскольку это такая музыка я только что сказал что там эмоции там она очень наполненная очень насыщенная музыка и очень тяжело петь ее в таких условиях что ты просто стоишь в смокинге и работаешь честно в зал это музыка, которая требует обязательно какого-то контакта какого-то действия и если его нет тебе действительно сложно потому что ты не можешь передать все то, что ну, может быть, даже не все то что написал композитор но, во всяком случае все то, что ты сумел в себя вместить от этого композитора поэтому все-таки мы ушли от концертного исполнения потому что это очень сложно вы будете в костюмах? мы не будем в костюмах но мы решили уйти от классического образа концерта в смокингах мы выйдем в таком кэжуле кто-то может быть в джинсах это не будут и смокинги просто такая приличная одежда не совсем по всему более свободная да, более свободная которая может что-то как-то и нас раскрепостить и поспособствовать тому что зритель будет ближе к нам спасибо 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 я с двумя с годками Ивены я солистка театра из Тениславской имени Родичи в работе на тролле мне помогали в театре вот наш дирижер Тимур Зангиев который сегодня держит этим концертом он помогал мне готовить партию в театре спасибо а что показалось вам самым сложным в работе? что словно давалось сложнее? в работе над ролью или в работе над партией? над партией над партией, да новизна стиля потому что я с этим стилем еще никогда не сталкивалась там есть характерные вещи которые нужно делать при при снятии нот при введении мелодии ну определенное звуковедение нужно для гепарти вот мы говорим про оперу а можно узнать ваше отношение вообще к современной музыке? ну современная музыка бывает очень разная вот к современной опере вот мы слышали что вы в Енуфе пели Енуфа это не современная опера но все равно не включение ну да не включение но что касательно Енуфы пусть она даже не современная опера там тоже своеобразный музыкальный язык музыка потрясающая и сами образы героя которые в опере присутствуют они очень яркие очень внутренне насыщенные и это конечно делает работу над такой музыкой над такой оперой очень интересной что касается современной музыки я терпимо отношусь к некоторым к некоторым музыкальным экспериментам современным зачастую музыка бывает не совсем качественной не то что хочется слышать и не то что будет ласкать слух но очень часто смысл который современные композиторы вкладывают в свое произведение он очень важный и конечно за это можно ценить современную музыку а для себя какие жанры вы выделяете? ну так как я работаю все таки в классическом жанре то конечно не управляюсь в классическом музыке для для другой музыки у меня просто не остается времени конечно я люблю там послушать и джаз и ну к сожалению просто уши все время заняты другими то есть это является вашей и профессиональной музыкой да спасибо большое я могу тоже задать вопрос скажите пожалуйста за короткий срок я так понимаю что ваш актив сложился за короткий срок сложно достичь вот какого-то такого взаимослияния чтобы получился ансамбль вот как вам кажется получился ли для этого спектакля ансамбль ну получился ли ансамбль это нужно судить об этом дирижеру и публике а что касается нашего нового коллектива мы с ребятами знакомы еще со времен со времен учебы в колледже учебы в консерватории то есть например Костю Сучкову я знаю уже 10 лет то есть это не новый партнер для меня и ребята я хорошо знаю и нам очень нравится работать у вас то есть вы давно спелись что называется ну можно сказать и так может не спелись но по крайней мере сошлись характерами все спасибо будем надеяться что ансамбль получился спускаю пошла репетиция на консамбль и вот о вашей партии насколько мы в этом вот она легкомысленная и все таки другой образ более я очень рада что меня пригласили в Ульяновск это первый раз я здесь и приняли для нас прекрасно очень тепло замечательный оркестр дирижер и солисты прекрасно все поют и для меня было было приятным удивлением увидеть практически всех своих одногруппированных здесь из консерватории московской люблю очень эту партию партия игровая очень яркая ну и мы постараемся сделать все чтобы публике понравилось и публика осталась довольной а какие еще наиболее значимые партии были в вашем виртуаре или есть сейчас я также пела Татьяну из оперы Евгения Онегин которую написал Чайковский мими пела это вторая роль первая роль да пела Иоланту Чайковского пела Дону Анну и Дону Эльвиру из оперы Дон Джоанн Моцарта ну и много других в разных театрах А какие-то черты характера Мюзетты вам близки или нет? Наверное все-таки все-таки нет я девушка скромнее музества но мне нравится мне нравится потому что мне приходится преодолевать какие-то барьеры моего характера в роли хорошо есть вопросы? все спасибо спасибо тоже расскажите вот насколько комфортно было репетировать знакомы ли вам вот эти вот все солисты которые участвуют в спектакле и вот ваше понимание образа Марселя ну практически всех ребят я знаю давно в принципе я и попал в это благодаря нашему как бы знакомству вот это все и ну репетировать само собой я вкушал ждал этого проекта быстрее должен приехать и спец тем более опер очень интересно красивая музыка мы постараемся сделать небольшой какой-то театрализованный эффект создать на сцене ну в рамках того чего можем в таких условиях для меня ну по поводу Марселя для меня все-таки персонаж такой ну в некотором смысле он у меня похож отчасти где-то у меня потому что ну какой-то мужиковатый такой промысленный детский нет он наоборот у него есть как бы пассия на сцене которая ведет разгульный образ жизни немного может быть она специально себе так ведет а он влюблен в нее и ревнует и страдает и бесится из-за этого и еще также у него главное это перегнуть это на камеру так ну вот премия не на самом деле это не не неправильно информация я не лауреат премии но нет пока нет у нас я же из Перми у нас замечательный ансамбль есть хор в этом году стал лауреатом мировой премии среди всех хоров мировых оперных театров то есть Маскала Метрополит там все участвуют и Пермский хор взял первую премию в этом конкурсе вот и был заодно была вот эта премия Гастердио в Москве проводилась и так как хор был в туре за границей мы представляли наш театр и мы представили хорошо и показали что значит Пермская школа и вот эта Пермская школа тоже Татьяна Николаевна рассказывала спектакль «На закрой мне глаза» такой перформы да? это что это такое было? позавчера показ крайний и это был очень интересный опыт потому что как говорят пословицы есть что мешает танцору там там мы пытались это опровергнуть потому что в этом проекте мы и танцуем и поем пласть современный танец перформанс получился очень такой искренний искренний чистосердичный такой проект что в сочетании с камерной музыкой и танцем все это становится гораздо более интересным и кому-то открываются новые какие-то ну понятия кто-то становится лучше понимает музыку потому что мы пели на странных языках русского неба французский, немецкий даже идиш ну в принципе было очень интересно работать будет развиваться мы будем стараться дальше делать если вы будете в Перми если зрители в Перми пожалуйста пишите сделан контроман хорошо спасибо все спасибо у вас